всем доброе утро мы начинаем четвертый день 2 сезона по золотке дизайн крю в этой неделе мы говорим с вами про дизайн системы и сегодня мы поговорим с ребятами из авито сын и и денисом ребята расскажут о том как у них устроена дизайн-система какие процессы они выстроили вокруг дизайн-системы и с какими сложностями не сталкиваются как разрешают вести эту сессию буду я меня зовут коля афонин помогать мне будет настя шевченко задавайте свои вопросы в чат кино и мы на них ответим скорее всего в конце но если что-то будет интересное мы зададим их в процессе давайте начнем и на представляться да расскажи себе просто всем привет меня зовут denis битни я дизайнер дизайн-системе авито в дизайн-системе авито я работаю с начала года до этого я проработал еще три года в авито в продуктовых командах занимался в основном опытом покупателей также делал задачи для гео делали карту и так далее в начале года перешел дизайн-систему потому что до этого я частенько что-то туда контрибьютил делал клевые палитры предлагал решение часто работаю в дизайн-системе развивали со мной им представься спасибо в авито уже сегодня посчитала с утра почти два года скоро будет самого начала я сразу занималась на системой я не была продукте и до этого работал других продуктовых компаниях поэтому опыт все таки и как это имеется вот частенько и в основном всегда занималась какими-то юай китами в других компаниях и когда уже началась вся эта тема соединенной системы мне показалось это очень интересным и когда была предложена такая вакансия я на нее согласилась вот и до сих пор работаю и сегодня постараемся вам рассказать как у нас все устроено чтобы помочь вам в будущем если у вас есть какие-то проблемы или недочеты а можно все классные хорошо и все одинаково спасибо тогда можно начать да давайте начнем так поехали сейчас я расшарю экран ну значит погнали постараемся быть максимально емкими но и сильно не грузить значит для того чтобы понять что такое дизайн-система авито надо сперва понять что такое авито для нас технически авито это четыре платформы веб мобильный веб как отдельная платформа ios android вот с точки зрения разработки в дизайн-системе мы делимся на две команды разработчиков одна команда обслуживает веб и мобильный веб а другая команда обслуживает приложение а с точки зрения дизайна у нас есть библиотека которой есть все веб ма мав это мобильный веб и приложение сейчас мы работаем над тем что у нас две главные цели это первое сделать авито красивым и тут наверное вкладываемся мы больше сынной и ускорить разработку здесь чаще всего эти цели берут разработчики вот сегодня мы будем больше наверное говорить про цель 1 сделать авито красивым и здесь у нас сейчас на данный момент идет такой стрим обновление стилей гайдов компонентов библиотеки и положение сейчас у нас такое что у нас есть текущая авито со своим наследием со своими платформами и есть новые стили гайды и все это сейчас появляется в дизайнах наших дизайнеров немножко еще нужно раскрыть специфики с которой мы сталкиваемся это организационная специфика самого самой компании авито это такая большая штука большой монстр состоящий из вертикальных продуктов и вертикальных юнитов и горизонтальных юнитов вот что в нашей терминологии вертикальные юниты это юниты со своей спецификой недвижимость авто работа услуги гудс это все что касается личных вещей электроники и так далее соответственно в этих вертикалях работают свои команды также есть команды и кластеры которые горизонтальные куда входят опыт покупателя продавца монетизация реклама что-то еще отличие их в том что одни делают свои вертикальные продукты допустим автошники делают все для авто там не знаю хорошую цену запускают или еще что-то допустим опыт покупателей он пронизывает практически весь авито начиная от поиска до карточки объявлений вот если все это переложить на язык интерфейса вот рассмотрим на примере веба есть хороший пример как это показательно на авито вот есть карточка объявления где все вот эти вот вертикали и горизонтали могут вместе столкнуться и что мы здесь видим есть блоки которые мы называем точно также горизонтальными и вертикальными вот для нас горизонтальные блоки это все что повторяется в разных вертикалях понятное дело что объявление всегда есть цена всегда и заголовок есть галерея есть блок контактов есть не знаю блок характеристик описание адрес не знаю блок рекомендаций это все то что встречается в разных вертикалях и мы имеем дело не только получается с атомарными компонентами то там кнопками чекбоксами и так далее мы очень часто еще покрываем вот эти горизонтальные блоки композиции вот этих вот кнопок и так далее и часто получается так что нам нужно унифицировать блок допустим характеристик для всех вертикалей как он будет выглядеть в работе как он будет выглядеть для недвижимости как он будет ли авто это чтобы понимать скажем так сферу нашей деятельности в интерфейсе на мобилках история такая же все эти блоки там присутствуют с какими задачами мы сталкиваемся ну кроме того что нам нужно собственно сделать полный сет атомарных компонентов и вот этих вот композиций нам кроме этого еще нужно делать авито красивым и здесь у нас уже давненько идет работа несколько кварталов мы обновляем стиле сейчас я вам покажу на примере как мы проиллюстрирую как мы влияем с точки зрения дизайн-системы на дизайн в авито и на интерфейс авито в целом у нас была такая история с нашими цветами есть значит палитры которые существуют в дизайн-системе вот их предыдущая версия здесь видно что синенький наш часто встречаемые в интерфейсах авито плюс-минус уже нормальный на самом деле это уже был третий или четвертый подход к синему цвету зелененький уже какой-то странненький 400 почему-то сильно желтый дальше сильно за зеленый здесь вот сильно светлый последний 900 цвет он совсем темный если смотреть на это все дело вот такими градиентами то вроде блок проблемы не так остро видно но когда мы берем какой-то цвет и используем отдельно то он получается довольно грязных у нас и когда у дизайнера возникает задача допустим я не знаю добавить зеленый пин на карту он не мог может взять светлый ему нужно более темный и получается так что вот эти пины у нас грязные становится что мы сделали мы собственно взяли и поэтапно все вот эти палитры причесали получилось что-то вот такое здесь были интересные кейсы про то что если внимательно взглянуть на шкалу которая называется оранжевый она на самом деле содержит себе и оранжевый и желтый и дело в том что она так и выстала потому что есть каких-то контекстах кнопка которая называется оранжевый в интерфейсе но на самом деле в интерфейсе она желтая и красить ее просто так нельзя без а б тестов и так далее и получалось что по факту в оранжевом цвете желтый есть но для этого мы просто поступаем очень просто мы берем эту вот палитру и разносим на 2 желтый стараемся сохранить по возможности какие-то цвета вот например этот сохранился светло оранжевом вот эти вот три в желтом сохранились и более того получается нам нужно все цвета сделать так чтобы их комбинации с одинаковым индексом на там все например цвета которые 50 или все все которые 500 они должны между собой сочетаться чего не было у нас вот в этом решении в изначальном и для сравнения тут даже видно насколько изменилась палитра зеленого с было стало вот кроме того у нас есть еще задачи сделать замену этих же цветов на аналогичные автоматически в темной теме приложений поэтому мы всегда прорабатываем палитру для темной темы не для светлой темы вот наверно дальше ты не буду про это рассказывать потому что это просто иллюстрация кстати если что я вопросы сейчас не читаю но я вижу что там что то есть это бейбики на этом есть пара вопросов и довольно интересный вопрос про то как вы замеряете эстетичность если хочешь можно сейчас сразу ну здесь что касается цветов здесь просто видно сразу же проблемы то есть берешь кнопку примеряешь на нее допустим темно-оранжевый и видишь что он с ним проблемы сейчас здесь сейчас в текущей системе на самом деле у нас уже текущая новая но он тот момент был и здесь мы наверное просто полагаемся на наш экспертный на наши экспертным что касается цветов моих берем делаем красивыми вычищаем там не знаю синим и чтобы сделать темнее добавляем в него не черный как было сделано в первых версиям а мы его сдвигаем в сторону красного он становится темнее фиолетовый красный точно также следим за тем чтобы ступеньки между соседними цветами были во-первых равномерными во согласовывали с соседними ступеньками других цветов чтобы можно было это использовать наверняка можно сделать еще лучше но вот после нескольких подходов мы получили вот это и здесь мы даже не проверяем мы взяли все везде исправили примерили на свои же интерфейсы и поняли что мы проблемы полечить вот но у нас есть способы проверки можно сейчас я только на секундочку там есть вопросы которые касаются и про нейминги и вообще про компоненты вот про вопрос как вы делаете вид вообще в целом как мы это меряем еще денис расскажет как остальные это будет уже чуть позже я все это расскажу спасибо если я чего-то в общем не скажу да и на просто добавить и здесь я хотел просто рассказать про проверки как мы вообще проверяем адеквативный дизайн наш или нет и если смотреть на работу дизайнер в продуктовых командах делали мы часто делаем такие sbs сайт-бай-сайт тестирование когда показываем два варианта дизайна с каким-то максимально непредвзятым вопросом скажите какой вариант дизайн вам нравится больше например здесь приведу пример про интерфейс моих объявлений в авито на выбор кстати вот это вот была предыдущая версия вот эта версия которую мы проверяли который хотим прийти она уже на новых стилях но здесь видно что поменялись стилин путиков поменялись то бы стали более акцентными по сравнению с этими синими ссылками два этажа в общем сниппеты объявлений стали шире и сейчас они меньше места по вертикали занимают и отделяется больше информации но в общем когда дизайнер вот это вот рисует желательно это проверить раньше чем запустить в b-тест и тут у нас есть несколько инструментов первый и самый простой это sbs тестирование но здесь есть ограничение что мы можем проверять только экраны с одинаковой функциональностью если функциональность сильно меняется допустим у нас была вертикальная главная авито состоящая просто из из подборок а потом мы сделали кучу разных блоков вот мы в этом случае не можем провести sbs потому что люди будут реагировать не на изменение дизайна на изменение функциональности не на изменение внешнего вида на изменение функциональности вот поэтому в случаях когда мы говорим о том что вот функциональность не изменилась но изменился внешний вид мы используем sbs для того чтобы понять а что людям больше все таки нравится если мы говорим о каких-то штуках которые надо проверить по-другому то у нас есть еще вот пример допустим мы работаем над выводом блока характеристик сейчас покажу деталь и у нас была куча вариантов но есть два финалиста по сути один это верстка характеристик в строку название плюс параметр через двоеточие 2 это разбить на два столбца и общем параметр в одном столбце название в другом столбце у каждого своего варианта есть как свои плюсы так свои минусы и нам нравится этот и другой вариант и у нас есть гипотеза о том что возможно вариант с двумя столбцами легче считывается вариант в одну строку может быть не считывается когда мы говорим о не а блоки характеристик где-то внутри карточки коротком а когда мы вообще говорим про большой блок да про целую страницу практически что мы сделали есть такой x-хаб значит мы подготовили четыре экрана на которых реальные параметры реальных ноутбуков и дальше мы сделали два вопроса первые сказали что вы выбираете ноутбук назовите тактовую частоту процесса даже не назовите а кликните по ним и второй у нас вопрос был кликните на оперативную память и в чем здесь прикол здесь в том прикол что в первом случае придется порыться в таблице потому что он посерединке во втором случае близко к заголовку сейчас покажу примерно как это выглядит даже можно посмотреть на сам этот интерфейс этого инструмента и здесь что происходит человек значит видеть задание потом показывается экран и он нажимаем нажимает в то место где он считает что тактовая частота процесса получается у нас есть люди которым показывался вариант один есть люди которым показывался вариант 2 вот их было там по 250 примерно человек и что мы получили что в одном случае люди нашли за 17 секунд другом за 16 секунд но в целом результаты короче близких друг другу и наша гипотеза о том что одна штука считывается быстрее чем другая она вроде не подтверждается цифрами поэтому мы едем дальше проводим sbs тестирование на котором мы выясняем что а кстати извините тут не сказал что тут еще есть такая корреляция с тем где расположен этот параметр вот если с точки зрения тактовой частоты процессора он здесь глубоко в серединке списка надо еще пошарить глазами объем оперативной памяти он находится прямо под заголовком и его находили прямо одинаково за 9 секунд и более того мы еще спрашивали был такой вопрос там насколько насколько структурированным вы считаете интерфейс и здесь тоже примерно одинаковые результаты и влияют на это скорее всего не верстка самих параметров названий а верстка всей странице включая заголовки что все это побито на блоке и так далее вот но это эти инсайты они приходят как раз после вот таких вот исследований провели сайт-бай-сайт тестирования спросили какой вариант нравится больше опять есть небольшая победа теперь в этом случае второго варианта но неубедительно мы считаем что это примерно одно и то же 60 процентов 40 и что в итоге мы делаем у нас есть совет каждую неделю мы проводим встречи с ребятами которые довольно сильно вкладываются в систему помогают нам консультируют сами делать какие-то задачи в дизайн-системе и по новым гайдам и мы в итоге выбрали вариант один почему потому что если его встраивать в контекст он выглядит лучше и он меньше разваливает страницу на мобилке на мобилке у нас почти все сверстан в один столбик поэтому выбираем этот вариант и более того если взять реальные данные то есть у нас вот такие данные когда значение параметра может быть там две в три строки и вот в этом варианте она будет довольно сильно переносится на вебе нас устраивает вариант две строки потому что место больше и для нас это не было проблем и его выбрать но мобилку мы проследовали наверное на этом блоке мы я свою часть становлю передам и не если есть вопросы на на сейчас стоит на них отвечать или потом пока далеко не ушли просто спрошу тут андрей спрашивает на ком вы делаете sbs в каком сервисе наверное и как часто откатываете дизайн если не прошел об тестировании так но sbs мы проводим в толоке и это довольно быстрая штука а предоставляешь три картинки через два часа получаешь обработанный результат и это полезно делать когда мы находимся еще на этапе картинок а б тесты это уже самый последний этап это штука требует разработки и это в основном для этого у нас свои инструменты есть но это самый последний из тестов которые мы применяем мы обычно применяем sbs тестирование если есть вопрос на этапе картинок мы находим время если на этапе sbs тестирования мы понимаем что надо сделать второй подход потому что кроме того что люди голосуют за какой-то вариант они пишут комментарии и часто бывает что из этих комментариев всех почитаешь находятся какие-то проблемы которых мы не замечали вот мы решаем что да если это важно мы делаем второй заход тут же запускаем еще один sbs проверяем полечили стало лучше или нет потом нас есть x тестирование у нас есть вообще лаборатория нас есть целый отдел исследователей у многих команд даже есть прикрепленный закрепленный исследователь там история чуть посложнее там есть рекрут который нужную аудиторию предоставляет на на x тестирование находится там не знаю там 3-10 респондентов которым показывается прототипки кабельные они там через него проходят и тут мы проверяем если какие-то общие боли у этих людей ну например я не знаю мы сделали какой-то блок на странице подачи очень сильно в него верим он открывает там целую возможность для за показа объявлений оказалось что его на подачи просто не заметили либо мы его поставили не в то место либо мы текст какой-то не написали либо он выглядит не так вот это все возможно на x тестирование увидеть полечить вот там бывает очень интересная вещь а потом уже когда мы внесли правки в дизайн после ее x тестов мы либо прогоняем еще раз их либо уже если уверены то вот дальше мы идем грумить с командой разработки делаем об и тесты и уже по об и тесту либо принимаем либо изменяем у либо вообще откатываем фичу вот как то так у нас ответил я на вопрос наверно наверно да да я думаю я думаю остальные вопросы просто разберем в конце потому что мне кажется многие из них вы покроете процессе спада так что давайте дальше так еще раз всем привет расскажу про процесс работы надо нашей библиотекой я и занимаюсь достаточно плотно вот изначально с чего мы вообще начинаем это про то как на вообще выбрать какой компонент или какой гайдлайн и вообще что нам сейчас брать в работу хочу сразу оговориться что у нас уже нет не стоит вопрос о том что мы там делаем сначала талтип или потом кнопку или наоборот потому что у нас же весь этот набор собран дизайнеры активно пользуются разработчики активно тоже используют и все это у нас уже готово сейчас мы на стадии когда у нас есть выбор между такими компонентами более сложными например там проработка галереи или как раз для этого проработка блока характеристик или там апгрейд каких-то дополнительных компонентов которые у нас уже есть например бонера или тому подобное естественно как мы с этим работаем мы денисом регулярно посещаем встречи с дизайнерами и смотрим на то как они вообще работают с нашими компонентами вообще над своими задачами соответственно мы можем там заметить вообще как у них там все получается работает наша система возможно какие-то там даем советы и замечаем что если чего-то нам не хватает или там есть какой-то затык то что там некрасиво как-то выглядит не так работа как мы ожидаем вот мы смотрим на эти запросы мы их себе записываем и потом есть эти запросы повторяются мы уже соответственно начинаем думать о том какие задачи мы возьмем первостепенно если запрос на гуру горя был один то наверное мы его чуть-чуть отложим потому что он не сильно может быть сейчас именно важный запросов больше там трех то мы уже себе как бы ставим галочку что нужно сейчас но и сейчас уже следующий квартал это проработать вот соответственно также мы еще смотрим на то что вообще как у нас что сейчас есть библиотеки и что может потребоваться дизайнер вообще в целом плюс еще многие дизайнеры пишут какие-то каналы где спрашивают о том если какой-то компонент или какое-то правило которое сейчас и необходимо чтобы потом в будущем можно было это правило растронжировать на всех остальных это что касается вообще приоритизации что касается того если дизайнер вот ему сейчас нужен этот компонент но у нас он его не находит опять же то же самое касается и правил каких-то короткий ответ он может делать его сам это не страшно мы это все спокойно приветствуем потому что когда дизайнер сам может поработать каким-то элементом во-первых он может познакомиться с тем как у нас уже работает наша текущая система какие у нас есть правила перечитать эти правила если вдруг он что-то мог забыть и сделать свой элемент или свой козлая мы со своей стороны можем его посмотреть на какие на какое-то наличие ошибок но дизайнеры уже некоторое время работаем за системой и вообще когда они сами что делается заметил что ошибок у них не так уж и много они все делают правильно потому что потому что у нас как бы насмотренности уже много вот и система на самом деле такая простая что мне можно было сильно запутаться вот как только дизайнер делает компонент сам мы помечаем себе что он его сделал и потом можем добавить в библиотеку если вдруг мы понимаем что там этот камень хорошо работает он его там протестировал он может быть доступен и полезен другим командам вот мы его добавляем возможно не сразу потому что поток большой но все равно это сделаем если дизайнер счастливый что он сам помог дизайнер системе чтобы компонент будет доступен другим дизайнерам и вообще что классно все помог всем сделал вот также знаю что есть тушь ошипательный вопрос о том разрешаем ли мы дотачить компоненты да да разрешаем потому что есть такие моменты когда дизайнер процессе создания какой-то задачи решение какой-то проблемы ему вот сейчас данный момент нужно что-то там попробовать какое-то новое другое решение я считаю что это очень здорово потому что дизайнер все равно должен какая-то свобода и он может придумать какое-то новое классное решение которое мы могли не учесть соответственно если друг так получается что у него возможно ничего не получилось я там не сработало он спокойно может использовать компонент и уже его разработчик тоже будет успокоен, что ему не придется делать какие-то костыли или костыли в какой-то компонент, или делать его с нуля. Дальше хотелось бы еще тоже оговориться, что так как у нас, как Денис говорил, у нас достаточно много об тестах вообще проходит, возможно, даже сейчас, о которых, возможно, мы сами даже не знаем, потому что их какое-то нереальное количество, плюс они могут подходить на одном экране, и, соответственно, мы стараемся поддерживать всю правду, которая у нас есть, именно в компонентах. Мы их актуализируем регулярно, смотрим, опять же, тем, как дизайнеры какие-то компоненты модифицируют и стараемся отлавливать, если какие-то изменения нам, грубо говоря, не нужны. То есть, да, спасибо, да, возможно, есть такой плагин, но тут сейчас смысл не то, чтобы отловить эти компоненты и поругать дизайнера, а именно то, чтобы, наоборот, он смог решить свою задачу и потом мы с ним все можем посоветоваться, подсказать ему, где что поменять, потому что мы также следим за тем, как компоненты используются, смотрим задачи, и плюс тому, что у нас сейчас идет работа над новым стилем, мы тоже за этим следим, чтобы дизайнер не наделал сильно больших ошибок и вообще помочь ему всем, чем можем. Итак, как, собственно говоря, организована работа вообще у нас, как мы работаем над компонентом, когда мы уже отловили все эти, когда мы уже посмотрели все наши приоритизации, выбрали какие-то элементы, дизайнер там все помог к чему, то есть подумал какие-то дополнительные варианты, то есть, что у нас есть задача, вернее, список задач. Мы берем обычно на квартал где-то 3-4 большие задачи и несколько мелких задач, потому что нас не так много, и мы понимаем то, что мы, наверное, просто чисто физически не сможем успеть весь этот объем сделать. И плюс еще во время нашей работы нам прилетает дополнительная задача, которую необходимо сделать здесь и сейчас. Для никого не секрет, что задача будет срочной, и никто там не будет ждать, когда вы на следующий квартал их возьмете. Соответственно, мы прорабатываем, смотрим вообще на этот компонент, как он выглядит, что он вообще делает, для чего он нужен. Мы смотрим, конечно же, на конкурентов, на другие дизайн-системы, о чем они пишут, как они тоже используют этот компонент. Мы упорабатываем вообще сам визуал. Естественно, весь визуал мы согласовываем с ответственными лицами. Обычно это наши арт-директора и ведущие дизайнеры. Когда уже намечается какая-то более-менее структура, мы это также показываем дизайнерам, которые могут нам дать какой-то фидбэк о том, что подходит им, не подходит. Может, какой-то там, не знаю, слишком тонкая линия, не очень красный цвет, какой-то шрифт, короче, нам не нравится. Ну, не в смысле там, мы у нас на 102 текстовый стиле, но в смысле там размер не подходит им. Это все фидбэки мы все записываем, получаем и, естественно, обрабатываем. Далее, когда мы все это получили, мы уже начинаем работать над всеми замечательными нашими компонентами. Это мы создаем мастера, варианты, там прорабатываем всю эту структуру. Я думаю, все плюс-минус с этим знакомы, не будут застрять внимание. Но единственный момент, который мне попросили посвятить, сейчас я вам все классно прошу, у нас есть такая потока понятия, как компенсация в Авито. И мы вообще регулярно ей пользуемся. Что такое компенсация? То есть мы видим, что у нас есть, вообще как мы работаем со шрифтом даже, у нас есть фрейм шрифта. Соответственно, внутри фрейма у нас есть такие как бы прозрачные области, которые мы, естественно, на финальном дизайне не видим, но мы на них ориентируемся, когда делаем какие-то отступы. И вот эти прозрачные области иногда нам мешают. То есть мы можем замечательно, прекрасно выстроить наш компонент, замечательные отступы по системе, но когда мы смотрим все это без вот этих всех отступов, выглядит это просто иногда не очень хорошо. То есть где-то что-то там нам не нравится, где-то что-то не так сбалансировано, и мы ими пользуемся. То есть как это вообще выглядит вообще в жизни. То есть покажу сейчас на примере кнопки. Вот сейчас это верхняя кнопка. Она сделана, как я говорю, правильно. То есть у нас есть какие-то отступы, там 9, 9, 12, то есть одинаковые. Но при этом высота кнопки у нас 40, тоже вроде все нормально. Но когда мы смотрим, что-то текст провалился, что-то там шрифт куда-то уехал, что-то нам не нравится. Когда мы поставим эти кнопки рядышком, тоже какая-то фигня получается. Если что мы делаем, мы поднимаем текст выше по вертикали и балансируем кнопку относительно, вернее, балансируем текст и иконку относительно самого фрейма, где она находится. Да, возможно, внутри компонент выглядит как бы не эстетично, как нам, как мы все привыкли, там какими-то, может, дробными значениями. Ну, нет, это я сейчас обманываю. Некратными значениями, там, например, 7 или 9. Но на выходе мы получаем хороший компонент, который хорошо встает в систему, как бы не прыгает, не скачет, и вообще все классно. Тоже хороший пример, хочу вам показать, это как это выглядит на фоне баннеров. Естественно, вот у нас все здесь. Сложены наши замечательные компоненты, наши текстовые стили. И что мы видим? Окей, я поставила здесь все наши одинаковые отсты по 24. Ну, правильно же? Правильно. Но когда мы на это смотрим, такие, типа, не, ну, каждый снизу кого-то бы маловато. О, нет, ну, что-то как-то вот не очень круто выглядит. И, естественно, что мы делаем, мы увеличим отступ. Мы увеличим отступ его снизу и увеличим отступ сверху. Как мы меряем? Все очень просто. Наши квадратики нам в помощь. Мы видим, что квадратики, которые нам помечают, где, собственно, начинается текст и где заканчивается кнопка, они разной высоты. Мы это потом все выправляем в таком состоянии, чтобы они плюс-минус выглядели одинаково. И вообще мы в целом любители, чтобы нас снизу получили побольше, чем сверху. Вот такой комментарий. Далее еще очень интересный, возможно, для вас будет факт. Как вообще дизайнеру догадаться, что нам нужно делать эти компенсации? Во-первых, у нас уже давно заложено, что у нас шрифт, возможно, не до конца идеальный, но у нас и реал не до конца идеальный. Соответственно, мы шрифты поднимаем на один пиксель вверх. Вот. И дизайнеры об этом знают и могут посмотреть на наших компонентов. Но у нас дополнительно написано, что вообще как мы работаем даже с текстами, если у нас какие-то крупные блоки, там заголовки и тому подобное, у нас есть таблица, здесь небольшая выдержка из-за нашего ГВД. У нас есть таблица, в которой прописаны все отступы, которые могут быть и должны быть от заголовков до какого-то текста и так далее. И вот здесь также описано, что что-то у нас тут приехало. И тут также написано, опять что-то приехало, извиняюсь. И здесь также написано, что вот у нас есть заголовок, там, сейчас не помню, аж типа, скажу, аж два, и от него уже какие-то дополнительные отступы идут к другим текстам. Также у нас написана такая же, есть такая же табличка, которая касаема отступов от текста до кнопок, потому что там тоже есть свои компенсации и так далее. Так, да, вообще на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы по поводу компонентов, то я готова ответить. Покажи, пожалуйста, пример, где видишь адреса и характеристики. Да, спасибо. Как дизайнер понимает, что компенсация нужна. Да, да, прошу прощения. Это короткий тот самый пример, когда у нас вот это пустое пространство нам немного мешает, и мы дополнительно у прямоугольных блоков, у которых есть фоны, мы добавляем компенсацию. Правило, на самом деле, простое. У нас между текстами, грубо говоря, может не быть компенсации. Между текстом и кнопкой у нас есть компенсация, между кнопкой и еще одной какой-то кнопкой у нас есть еще дополнительная компенсация. То есть у нас есть такой вот три блоки, на которые удерживается вся наша система. Вот. Известно, у самих шердов тоже есть какие-то свои правила. Так, еще вопросы? Да, про вопросы сейчас. Тут спросили про нейминг компонентов. А, да. Да, расскажешь? Да, расскажу. Надеюсь, меня не поругают люди, которые спали вчера. Но у нас, на самом деле, не так все сложное, как было описано. То есть у нас есть какая-то базовая палитра. Есть вопрос был сначала, по-моему, про палитры. То есть у нас, вот Денис показывал цвета, растяжка. Нужно называть спросом. Там, было 50, 100, 200 и так далее. Вот. И вот для базовых цветов, вот такой нейминг у нас остается. Это касаемо фигмы. Если у нас есть какие-то элементы, которые, или даже не элементы, а цвета, которые выглядят там, в общем, по-разному, по-другому, по-другой, в черной теме, в черной теме, или там мы хотим, чтобы оно по-другому работало, то мы называем их семантически. Вот. То есть у нас это что-то, по-моему, градиенты, какие-то там сложные кнопки, какие-то сложные BG и какие-то такие инвертированные штуки, которые не должны инвертироваться в темной теме. Там, допустим, это белый шрифт в синей или зеленой кнопке. То есть у нас он не инвертируется, он не превращается в черный, а также остается белым. Такие цвета мы называем константами. Вот. И, в принципе, и так далее. То есть, в принципе, система несложная и она нацелена на то, чтобы дизайнеру в процессе работы было легко ориентироваться между цветами. Потому что я сама на себе тоже на это замечала, когда работала в других продуктовых командах, что да, ты можешь там сделать кучу классных папок, которые отвечают за конкретные цвета, но когда ты делаешь это быстро-быстро-быстро, ты начинаешь там запариваться и можешь ошибиться с цветом. Вот. Мы стараемся таких вещей избегать и чтобы дизайнер мог себя спокойно чувствовать, когда он променяет тот цвет и он не ошибается. Вот. По поводу нейминга компонентов, тут достаточно все тоже просто. У нас компоненты делятся на платформы. Это веб и мобильные платформы. У нас только две библиотеки. Да, тоже сейчас оговорюсь, как и показывал Денис изначально. Сейчас. Платформы. Мы стремимся к тому, чтобы у нас на мобильных платформах интерфейс выглядел плюс-минус одинаково. Понятно, что у нас есть какая-то приоритизация по обновлению каких-то элементов, но все равно мы стараемся, чтобы они выглядели консистентно друг с другом. Соответственно, мы для мобильных компонентов делаем только один компонент, который у нас множится на все три платформы. И да, мы учитываем, что есть какая-то специфика платформы, то есть какие-то нативные штуки, у нас они тоже присутствуют, просто они у нас не переделаны под наш Z. Так, и попробую, опять же, еще, говорю, подозначаясь к неймингу, у нас все просто. Кнопка называется кнопкой, соответственно, кнопка называется как-то семантически, это primary, secondary и так далее. Вот, и есть какие-то там специфичные штуки, которые мы тоже называем соответствующие. Но в целом стараемся быть на волне с другими, то есть не извращаться и не переименовывать какой-то компонент, который у всех назван одним способом, а у нас резко называется по-другому. Мы стараемся, конечно, такого избегать, потому что как-нибудь у нас еще есть разработка, которая тоже будет не рада, если мы как-то не так назовем этот элемент. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Я бы добавить хотел здесь. Хочется просто сказать про общий принцип, что проблема в том, что дизайн-системой пользуется большая толпа дизайнеров. И чем система сложнее, тем сложнее объяснять, что я не знаю. Вот синяя кнопка у нас в 10 контекстах используется, она везде разная, по-разному названа. Мы стараемся к этому не идти. Мы стараемся идти к тому, что для дизайнера синяя кнопка, она везде глобально синяя кнопка. Называется она там primary button. А уже в разработке ребята там могут применять какие-то свои имена поверх этого, учитывая контекст. Но это уже от их кейсов зависит. Но для дизайнера мы стараемся сделать так, чтобы в библиотеке было максимально все просто. Вот синий, он везде вот такой синий. Называется он там, не знаю, blue 500. И дизайнеру не нужно, делая дизайн, учитывать, что этот синий может по-другому как-то назваться в этом контексте. Стараемся максимально просто подходить к этому и делать максимально удобно для дизайнера. Что будет, если мы будем называть элементы в зависимости от контекста? Скорее всего, дизайнер не будет смотреть на имена. Вот он возьмет и будет ставить кнопку для карточки в другое место, в другом контексте. Поэтому чаще всего мы не учитываем в дизайн-библиотеке контекст в именах, но учитываем понятные вот эти вот названия, стараемся придумать. Кажется, вот это я хотел сказать про то, что стараемся упростить с точки зрения дизайнера как можно сильнее. Спасибо. Тут есть два вопроса, они на самом деле связаны. Как вы продаете оптическую компенсацию разработкам? С этим часто бывают трудности. И второй вопрос. Как разработчики относятся к некратным значениям? Вот по поводу... Извините, я оговорилась о некратности. У нас такого нет, прошу прощения. Я имела в виду, что... А, нет. Ты все правильно сказала. А, все правильно, я ее пыталась, простите. Да, некратным значением. Наверное, просто такой вопрос уже у нас не стоит. Типа, сделать ли компенсацию или нет. Просто, ну, мы же просто визуал больше говорим, а не то, чтобы у нас циферки совпадали. Вот, поэтому продавать, если честно, пока не приходилось. Вот, честно скажу. Они все покупают просто сразу, да? Ну, не прям покупают, но, как бы, мы же объясняем, типа, вот смотрите, у нас вот есть такие набор компонентов. Вот смотрите, как они классно все там выстраиваются в линию, как они классно выстраиваются там в партикали и горизонтали. Что, да, вот сейчас есть компенсатор. Смотрите, как здорово. Типа, тут все там хорошо, там скомпенсировано, работает, там выглядит визуально отлично. А посмотрите, если будет дело по-другому. Ну, то есть вы же можете объяснить своему разработчику, там, продукт-менеджеру, всем другим дизайнерам, которые просят, что если вы поставите в сравнение эти элементы, вы поверите, я сама тоже, когда пришла, я подумала, господи, на дно издеваются. Такой быть не может, что люди так делали. Но так делают. И когда потом проходит время, и ты смотришь, что, типа, о боже, как я вообще без этого жил, оно становится проще это все воспринимать. Вот, и я надеюсь, вам это в работе тоже как бы не сильно потребуется прям продавать, но вы просто покусите в сравнении. Как это будет выглядеть, типа, без компенсации и с компенсацией. Получается, продуктовому дизайнеру даже не нужно задумываться об этом. Ну, то есть, когда он берет готовый компонент, он просто берет... Да, все так, ему ничего не нужно, мы уже все за него сделали. Единственное, что только потребуется, ему проверить, что в какой-нибудь форме ему нужно проверить, чтобы у него отцы между этим элементом были правильные. И у нас они тоже, кстати, описаны, поэтому даже задумываться. Не нужно просто посмотреть в гайд. Ну, еще был классный пример по поводу табличек, что мы в гайдах делаем вот такие полезные вещи. Допустим, дизайнер идет туда первый раз почитать текст, как это работает, там все описано. В следующие разы он может зайти только за ответом на вопрос. Вот я сейчас стыкую заголовок H2 с текстом S. И что-то забыл, какой отступ. Заходит, смотрит, а, H16. Ну и все, окей, ушел. И мы делаем в гайдах наших, ну, вот такие вещи, как, знаете, как в справочнике. Если куча значений, мы их сводим в какую-то понятную табличку. Если что-то где-то запрашивается много раз, мы это выносим отдельно, так, чтобы это было видно. Да, все так, спасибо. Я хочу еще добавить, что в разработке у нас тоже, то есть у нас ребята же делают эти компоненты замечательные, да, они там тоже добавляют эти компенсации. И, естественно, другим продуктовым командам уже не нужно париться, они просто забирают этот компонент. Понятно, что, возможно, что-то мы не успели добавить, но в целом у нас другие разработчики тоже знают все эти фишки и могут, ну, короче, к нам не приходили с таким вопросом, что, типа, почему у вас неправильно. Хотя, ладно, один раз было, у нас были справа и слева отступы разные, и нам сказали, а вы точно тут не ошиблись? Мы сказали, нет, мы не ошиблись, тут все так и должно быть. И нам спросили, почему? И мы сказали, что мы компенсируем заглавную букву. Вот так. Нам сказали, а, ну ладно, типа, все окей, дизайнеры так решили, вперед. Для них это немножко мозговзрывательно, когда им показываешь кнопку, у которой там один паддинг 16 пикселей, а в конце 17. Он такой, а вы точно ничего не перепутали. Да. Но это касается кнопок, которые у нас по ширине контента, а не которые по сетке. Так, следующий у нас блок. Вообще, с какими сложностями мы сталкиваемся, да, и вообще, что мы обсуждаем. Давайте я сейчас выключу демонстрацию. Какие сложности вообще у нас есть действительно вообще в нашей дизайн-системе и вообще в нашей команде. Это большой куток вопросов. От него, к сожалению, никуда не деться. Вот. Это имейте в виду сразу. Если вдруг вы занимаетесь дизайн-системой, и такие, типа, сидите в стороночке, и вообще никто к вам не приходит, ну, тогда возможно вы делаете только ее для себя. Соответственно, нам, Денисам, регулярно и нашим разработчикам тоже в течение дня приходит примерно 10 плюс вопросов о том, я сейчас даже себе вынесла, где компоненты, как он называется. Да, такое бывает. Если новый дизайнер, например, еще не знаком с нашей системой, там, может быть, что-то просто не увидел, ничего страшного. Вот. Если, например, какой-то кейс, дизайнер придумал какой-то кейс, и можно я тут использую вот такой компонент, типа, он нормально же станет? Или, например, я не нашел гайдлайн, или я там не прочитал его, или что-то еще нормально ли я сделала правильно, или мне ничего не подошло, я сделала все сам. Вот такие типы вопросов, которые я выделила, они у нас на регулярной основе. Некоторые решаются просто. Вы просто показываете, где это лежит, как это называется, то есть подсказывают тьму. Но еще раз, если раз напоминаете, что у нас есть вот этот отдельный замечательный файл, где все лежит, вот. Есть типы вопросов, которые ответить достаточно сложно. Например, нам, как, так как мы дизайнеры системы, мы не часто, не сильно погружены в продукт, то есть не так сильно, как это делают наши обычные дизайнеры, но, тем не менее, мы в курсе, как у нас что работает, где что лежит, как там все открывается, плюс пользуемся своим приложением. Вот. И когда мы не можем ответить на вопрос, мы просим дизайнера рассказать, в чем его задача. Он говорит, вот у меня там какая-то задача, мне нужно там сделать какой-то там блок, вот я хочу там сделать график, и нормально ли я сделаю, хорошо ли тут работает, и ты как бы стараешься с ним вот это все обсудить, задать ему дополнительные вопросы и понять, а точно ли здесь им нужен график, именно вот такой график, а точно ли здесь им нужна именно такая кнопка, а точно ли такой нужен сегмент. И вы в процессе разговора уже понимаете, во-первых, нужно ли вам делать еще какой-то дополнительный компонент или можно обойтись тем, что у вас имеется. Другие вопросы, которые касаемо «я сделал сам», то есть которые выходят за рамки дизайн-системы, тут уже тоже приходится решать коллегиально, потому что эти изменения чаще всего затрагивают вообще какие-то дополнительные блоки и других дизайнеров тоже. И вам нужно понимать, что вы идете на определенный риск, соглашаясь с дизайнером, используя то, что он сделал. Что имеется в виду? Вот у вас в Гаде написано, что отступ от заголовка до текста 8, а дизайнер вам приходит и говорит, что я хочу 2, потому что у меня тут блок небольшой, но здесь он классно выглядит. Ты вроде как бы как дизайнер можешь согласиться, но как дизайнер дизайн-системы тебе нужно 10 раз подумать, а точно ли ты уверен, потому что создаешь этот претендент, благодаря которому другие дизайнеры тоже могут делать уже не так, как вы задумывали изначально. Вот. И касаемо дальше встреч, да, у нас есть общая встреча с дизайнерами, где мы обсуждаем, где мы показываем то, что мы сделали, обсуждаем то, что дизайнеры вообще придумали и какие задачи у них были. Мы можем дать им какую-то подсказку или помочь и также направить их к какому-то конкретному гайду. И у нас также есть свои дополнительные встречи с разриректорами, я, по-моему, уже повторяюсь немного, а с разриректорами и отдельно с Денисом, где мы все это регулярно обсуждаем. Для чего это нужно? Мы болеем, мы уходим в отпуска, нас очень много и нам всем нужно быть в курсе того, что у нас вообще происходит. Опять же, если вы делаете это внутри себя, внутри себя у вас это останется. Соответственно, если там я ушла в отпуск, Денис остается, он может помочь дизайнерам в их решениях проблем, если мы ушли в отпуск, хотя такое не случается, арт-директора могут помочь и направить их, чтобы как бы снизить поток обращений к нам, и чтобы у дизайнера, дизайнеру не приходилось 20 тысяч раз ходить по всем этим командам и спрашивать, точно ли я сделал правильно. Фух, кажется, все. Спасибо. Тут накидали еще вопросов, на самом деле. Ну, про кучу вопросов, по-моему, ты ответила. А, это как раз последний был. Вообще, тут есть вопрос про автоматизацию процессов в дизайн-системе. Какие-то самописные плагины у вас или какие-то помощники? Не знаю, что-то использовать. Я вас сейчас расстрою, на самом деле нет. У нас все то, что делает Figma, пока достаточно. Есть единственный плагин, который, наверное, есть у всех, это который перекрашивает и светлой темы обратно. Да, им регулярно пользуемся. Вот, остальных у нас, ну, какие-то дополнительные плагины, которые просто дизайнеры сами пользуются, там, проставление отступов или что-то такое, то есть, на минималках. Еще тут один вопрос. Он, на самом деле, давно уже висит. Ну, вот про документацию. Где вы ее храните? И вообще, кто ее читает? И читают ли вообще люди ее? Потому что, мне кажется, она слишком большая? Нет. У нас все хранится в Figma. Соответственно, у нас сейчас это один файл, который немного уже начинает нас подводить из-за того, что там много файлов уже собралось, много макетов смысла. Соответственно, у нас все находится в Figma. У нас раньше было деление на отдельные компоненты, отдельная спека, отдельный гайдлайн. Сейчас у нас отдельные компоненты, отдельные гайдлайны, потому что в гайде мы смогли собрать все вместе, то есть, и спецификацию для разработчиков, и гайдлайны для дизайнеров. В принципе, как практика показывает, разработчикам тоже важно понимать, вообще, зачем этот компонент нужен, в каких контекстах он используется, вообще понять этот контекст. Потому что, когда мы писали спеку изначально, мы там просто говорили, что, ой, ну там анимация вот такая, вот такие, и вот три строчки текста будут выглядеть вот так. На этом мы заканчивали. Оказалось, что нужно это все равно понимать, вообще, куда его встраивать, какие отступы внешние, с какими блоками он дружит и так далее, и так далее. То есть, у нас сейчас все это объединено. Тут еще, наверное, надо добавить про то, что разработчикам важно понимать, как это представляет себе дизайнер. И мы, у нас есть комьюнити фронтендеров, в которые мы пришли со встречей и показали, из чего состоят вообще гайдлайны для дизайнеров, как это работает, все вот эти общие принципы. Вот был вопрос про продажу компенсации. Мы просто на этой встрече большинству нашего комьюнити это показали, объяснили, почему так. Так, и вопросов максимум сняли, потом практически не оставалось вопросов к дизайну. И оказалось, что сейчас нам, да, удобнее держать все в одном файлике. Да, и дальше продолжение вопроса, читают ли его, да, читают. Возможно, не прямо сейчас. То есть, да, вы там, например, какое-то сделали обновление, и об этом дизайнеру рассказали. В смысле, не дизайнеру, а дизайнером. Понятно, что у дизайнера есть какая-то загрузка своя, и он может это прочесть там прямо сейчас, чуть попозже, или вообще, когда встретится с этой задачей. То есть, он зайдет такой, о, боже, у меня же здесь нет этого компонента. Пойдет, типа, посмотрит в кайды вообще, есть ли такой компонент, есть ли его описание. Если, опять же, не находит, мы возвращаемся к вопросу, как контрибьютирует дизайн-систему. То есть, у нас все по кругу получается. А вот смотрите, ну, вот, допустим, вы пишете про обновления в чат, и они там скапливаются, скапливаются, и, ну, их можно же потерять. Вот, есть какой-то способ, как это решается? Да, мы еще раз, на самом деле, мы, то есть, мы пишем регулярно в канал про эти обновления, потом мы еще на встречах рассказываем про эти обновления, которые проходят у нас раз в неделю, или раз в две недели. Потом мы еще раз рассказываем, когда у нас завершается квартал, что у нас были такие-то, такие-то обновления. Плюс, когда дизайнер приходится с вопросом, честно сказать, они приходят плюс-минус одними и теми же вопросами, и ты можешь еще один раз дизайнеру подсказать, что вообще у нас тут все описано, он посмотрит вот дата. Вот, просто на регулярной основе ты вкидываешь эти кайды, что, во-первых, про них не забывали, и не забывали, в смысле, регулярно его перечитывать. Вот. Этим самым повторяем, что, да, мы это обновили, это нужно проверить. Класс. А может быть, расскажите про планы, и потом перейдем, наверное, уже к последним вопросам. Какие у вас планы дальше? Да, я тогда скажу один план, который помню, потом расскажет Денис. Вот, один самый главный план, это мы хотим, чтобы наши компоненты чаще тестировались, потому что, да, какие-то мы точно знаем, что тестировать не нужно, ну, типа input или кнопку, ну, понятно, что мы тестировать не будем, но когда сейчас у нас уже вопрос стоит про более сложные компоненты или какие-то более специфичные, то тоже явно наше экспертного мнения не хватает, и нам нужна помощь наших пользователей в том, чтобы понять вообще в правильном направлении мы движемся или нет. Вот это наш самый главный план. Ну, еще есть базовый план, это пополнять систему, потому что каждый квартал мы собираем, опять же, запросы. Они могут быть в разном и в явном виде, когда дизайнер приходит и спрашивает один, второй, третий. И могут быть в неявном, когда мы вдруг на симках дизайнеров видим, что один дизайнер стал рисовать серый промо-блок, второй подхватил такой, увидел у него, нарисовал серый промо-блок, почему бы нам не занести это в систему. Вот, есть постоянный стрим работы и обновления новых гайдлайнов, новых компонентов. Опять же, хочется завести процесс с тестированием на регулярной основе и работать дальше в стриме, улучшать авито. Если интересно, с точки зрения разработки, то сейчас там как раз они занимаются вот этим ускорением. И тут самые важные вопросы, скорее всего, это возможность переключения разных тем. Потому что мы сейчас живем в парадигме, когда у нас есть старый дизайн, тут же появляется новый дизайн, и нужно обеспечивать возможность на одном экране, грубо говоря, включить новый дизайн, а на другом включить старый. Вот, и сейчас эта возможность, она легко поднимается на вебе, но есть сложности, например, с iOS, и разработчики решают ее. Ну и с точки зрения разработки мы все смотрим на BDUI, движемся в эту сторону, это тоже сильно ускорит нас. И с точки зрения дизайна мы тоже должны учитывать как раз специфику BDUI, что где-то в каких-то местах, ну, невозможно кастомизация, это должно быть, должны быть понятны ограничения для этого, должны быть правила и так далее. Наверное, ответил на вопрос. А можешь уточнить, что такое BDUI? В эту тему, конечно, лучше сейчас не копаться, это... Нет, лучше не надо. Хорошо. В общем... Если в двух словах. Backend Driven UI. А, все. В сбокенде, да, все приходило. Вообще популярная тема. Ребята вчера рассказывали, они называли это север-древен UI, по-моему. Ну, видимо, в какой момент просто ребята замучиваются каждый раз делать одно и то же, и такие подумали, а почему бы и нет, и вперед. Но у нас пока из-за того, что у нас очень много команд, да, есть вопросов нерешенных и очень много обсуждений, но так как мы с Денисом все-таки со стороны больше дизайна, мы не так погружены, как эта разработка сейчас. Поэтому мы, наверное, правильно ответить не сможем. Давайте разбираем несколько вопросов. Я на правах ведущего, как это... Как коррумпированный, в общем, задам первый вопрос. Вот представим ситуацию, что у вас скапливаются локальные компоненты, и вот как дизайнеру не запутаться в этом? Как понять, что вот он не придумал десятый вид кнопки? Как вы с этим работаете вообще? Так, ну, кнопка, наверное, не очень хороший пример, потому что, опять же, мы уже на той стадии, когда у нас кнопки уже лет 10 существуют, и как бы понятно, мы знаем, где их найти и как они выглядят. Там больше вопрос именно с какими-то специфичными компонентами. Это могут быть, не знаю, какие-нибудь теги, опять же, эти же самые графики. Честно сказать, они могут оставаться у дизайнера, как и есть, потому что у нас, например, есть команда, которая называется «Монетизация» или «Банлы» или «Васы». Сейчас боюсь ошибиться, простите меня, если я ошиблась, ребята, которые насмотрели с нашей команды. Там действительно есть очень специфичные штуки, которые остаются реально у них. И затаскивать эту дизайн-систему прямо вот сейчас нет смысла, потому что они просто не будут переиспользованы. А как остальным узнать про такие специфичные компоненты? То есть, что уже кто-то это придумал, и, может быть, мне тоже можно переиспользовать как продуктовому дизайнеру. Вот это вопрос, да, про наши каналы, потому что можно спросить в канале конкретном дизайн-системе, либо пличку, либо спросить в суперобщем канале, где сидят не только дизайнеры, но и исследователи, редактора и так далее. Можно узнать, типа, вот я делаю, может, я тоже делаю. Это вообще популярный вопрос у нас, потому что, ну, понятно, типа, мы хотим это делать что-то быстрее, задач много, и хочется все это оптимизировать. Вот. Или, опять же, скатит на синке, типа, вот я делаю, обязательно всегда кто-то придет и скажет, что, слушай, а вот этот дизайнер уже сделал, синка не с ним, он тебе подскажет. Это вообще, на самом деле, то же самое, как у разработчиков. Вы можете искать, конечно, по имени этот компонент, либо просто узнать, а может, вы делали, и типа, давайте я вас разберу это. Ну, тут уточняют вопрос, но, по-моему, ты ответила на самом деле, как узнать другим дизайнерам про локальные компоненты средних команд, но ты сказала как раз про демо. Ну, это синки, на самом деле это регулярные синки, потому что, опять же, ну, так и мы большие, у нас триллион каналов, да, у нас действительно много встреч, там, или у нас достаточно плотное общение друг с другом, но иногда бывает, что, наоборот, типа, я какие-то команды вообще никогда в жизни, например, не видела и никогда с ними не общалась, и только благодаря синкам вы хотя бы можете еще узнать, увидеть себя и понять вообще, что происходит в Авито, потому что иногда может получиться так, что вы немного застряли в своем юнити, и, может быть, там вообще, оказывается, там мир изменился, вот. Поэтому синки обязательно нужны и важны. Тут вот еще один вопрос, который ребята спрашивают про, как проливаете обновление, обновленные компоненты, которые поменяли структуру, и после обновлений у всех следят оверрайды, то есть, наверное, там текст, изображение, которые были настроены. Первое, что спросили, как что? Как проливаете обновленные компоненты, то есть, вот, допустим, вы изменили структуру компонента, там, не знаю, может быть, разгруппировали группы внутри компонента, или там добавили какой-нибудь Ashtualout, и вот как вы передаете это, чтобы не слетели оверрайды. И вот тут... С больем. деприке это старых допустим ну допустим свести пике этот компоненты которые лежат отдельно ну давайте так у нас сейчас так как у нас два типа стрима про педен 10 текущие компоненты и новые компоненты вообще 2 2 раз на библиотеке у меня была я бы не была мысль взять и обновить все текущее но я поняла что как бы во первых обновление общее стиле она не может происходить вот сейчас за месяц и это будет очень плохо плюс из-за того что мы работаем в разных файлах имеют ввиду что дизайнер работы разных файлов у них каждая задача это отдельный файл и во первых там мы можем смотреть за тем как меняется компонент как меняются экраны плюс плюс наверное я слишком много заговорила уже потерял мысль в общем в общем короче следим как бы я слежу за этим страсть это к страсть уже сразу сделать что-то на будущее то есть каким-то апгрейдами и с какими-то дополнительными возможностями то есть слава богу вариант нам позволяет делать потому что до этого было вообще супер кошмарно вот но честно признаюсь я не на днях совершила сильную ошибку когда делал один компонент в ппх и пришлось его сильно переделать и там действительно все слетело потому что другом было никак но я написал об этом дизайнерам посмотрел библиотеки как то когда и как его используют всем нужным лицам написала во всех пределах и сказала что вы можете либо сейчас не обновляться либо разотачить его потом заменить когда вас будет время потому что такое случается ну вот тут есть еще связанный вопрос как идет перестройка нового дизайна при наличии старого да ну вот я ответила получается нас две отдельные библиотеки соответственно 26 21 библиотеки они называются по-разному соответственно дизайнер делая экран с новыми стилями он берет конкретную библиотеку для этого если ему нужно что-то обновить переделать там в старых макетах которые не будут придется на стиль а он использует другую библиотеку тут еще один интересный вопрос а используете ли вы брать и и если нет то думаете ли вы их использовать в будущем нет я еще не разбиралась спасибо и такой что у нас был так если говорить про бранчи про версии дизайна и про наличие мастер за файла и актуального состояния дизайна вот у нас был такой опыт нам работали в абстракте связки абстракт и скетч и опять же за специфики авито то что очень много команд работают примерно надо над одним и тем же интерфейсом запускают кучу тестов довольно сложно поддерживать актуальный мастер файл потому что никто не знает его текущего состояния там параллельно идут несколько тестов на одном экране каждой частичке аудитории показываются разные блоки и понять когда они все закончатся первых они не закончатся никогда там будут постоянно новые во вторых короче придется каждый раз обновлять экран как ты заканчивается бы тест приняли решение обновили экран закончили а бтс приняли приняли решение обновили экран получается что вот эта работа по поддержанию актуальности она будет довольно объемная мы такое старались сделать потом это естественным путем отмирает и у нас такой постулат что правда в компонентах и в том что ты видишь на проде плюс обращаем внимание на то что делают другие дизайнеры ходи на симки они рассказывают какие бы тесты запускаются и большие изменения тоже учитывая опять же симкой с тем дизайнером помимо общего дизайнерского симка если нужны какие-то детали поделиться там этим блоком как он будет выглядеть в конце теста и так далее вот в этой ситуации бранчи но тоже какая-то лишняя очень тяжело осуществимая концепция я вижу просто там дополнительный вопрос про именно компоненты я сразу ответила изначально потому что я также спите скептически отношусь из-за опыта обработать абстракта вот поэтому я к этому очень аккуратно подходить то есть надо не только себя научить еще других научить спрашивали еще про структуру слоев внутри компонентов вот такой наверное довольно сложный вопрос структура слоев то есть как вы принципе организовываете внутри себя компонент но наверное тут сильно зависит компонент мне кажется то есть как он принципе внутри устроен вы месяц как вообще умерсовым кто тут даже уточнили попросили рассказать на примере импута я просто вопрос то это пик то мне кажется там ничего сложного быть не должно кроме наличия важных атрибутов импута если может уточнить и как какая сложность возникла и может я туда смогу подсказать точнее атомы чуть-чуть именно вышла из чата чуть-чуть скрытая все вижу все я поняла спасибо мы шишки дали один не завис до видимо да у него у тебя все хорошо так значит по поводу компонент смотрите так как у меня часть компонентов соответственно сделано of the layout и поэтому формы сразу исключаем известно там что слежат тексты и иконка и какие-то может быть дополнительные да есть скрытые слои но это обычно у меня в мастере соответственно все остальное я начинаю уже раскрывать когда я делаю варианты варианты могут быть достаточно жирными вот но все равно я сохраняю мастер потому что один раз я его не сделал я потом замучился изменять короче весь этот пласт элементов которые у меня задублировались вот поэтому а ну и все в принципе вот у меня сделаю дополнительные элементы в смысле дополнительную структуру типа как там все переключаться должно в принципе все ну то есть ничего такого сложного там нету главное не забыть настроить авто лояуты всякие растяжки чтобы когда ты выключаешь иконку все там не смещалось сильно и тут еще важный момент старайтесь тоже пользоваться своей дизайн системой потому что я периодически когда пишу гайду я сама собираю какие-то экраны и сама там сразу переключаю чтобы понимать вообще как я сама это быстро делаю понимали я сама что там написала и так далее что потом дизайнерам тоже можно было как-то помочь там переорганизовать это все дело регулярно ей самопользуюсь а получается дизайнер видит все варианты которые возможны продуктовой включить любой элемент если если можно не всегда от тронули эту тему не всегда нужно то есть вы можете сделать энное количество состояний много то необходимо но дизайнерам всегда это требуется потому что ну потому что зачем смысл раз делать триллион макетов с разным состоянием если как во первых уже частично все это есть в ходе ну не частично полностью есть ходе все эти нажатия и тому прочее вам их прорисовывать не нужно как дизайнеру продуктовому но мы за вас уже все сделали вот но все это доступно да можно посмотреть что вообще если какому дизайнеру интересно понять вообще работа специфика компонента все доступно ничего не скрываю давайте это последний вопрос спрашивают про то как вы принимаете решение то есть вы сами принимаете решение вступление в силу нового компонента или согласовывать его с кем-то все согласовываем каждый чих согласовываем а с кем-то с радиоторами ведущими дизайнерами а бывало они чтобы отклоняли такие компоненты говорит нет так не пойдет давайте переделывать ну не прям ты делает но ну как бы мы как я уже говорила мы советуемся на стадии когда мы в принципе делаем сам элемент то есть во первых изначале мы можем увидеть на макете дизайнера то можно ставить комментарии потому что нужно прорабатывать тоже постоянно синком все потому что иногда честно сказать мне лишь на мою экспертизу не всегда хватает понять вообще то ли не то подойдет ли это не подойдет вот это как показываешь тебе могут накидывать какие-то хорошие классные идеи и ты можешь взять в работу там тоже продумать посмотреть понять нужно тебе это или не нужно то есть синки но это действительно очень регулярно я видел еще вопрос когда мы работаем не знаю но как то получается вот и со встречами до находится и со встречами со всеми синками это кажется что я рассказываю их там триллион на самом деле нет там их типа штуки три-четыре за неделю где нужно синкануться тут еще один добавили вопрос в чат как как решаете какой должен быть компонент и какие варианты с чего начинаете но мне кажется вот вы в процессе как раз в самом начале рассказали про тот момент да 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 то есть как говорила я посмотрела поставил очок конкуренты сделали посмотрела вообще целом что что из этого компонента вообще можно выжить максимум вот и там же начинаю описывать и решаю что там должно быть но там может быть просто какой-то есть и кнопки там что у нас размеры есть иконка нет иконки состояние что там еще а если мы не конкуренты мы коллеги но не знаю вот и известно если какой-то другой компоненты например прогресс бар да там мы что можно сделать даже размеры цвета и какие там еще дополнительные состояния то есть все зависит от самого компонента но плюс мы еще смотрим как как это в контексте у дизайнеров используется прогресс бар он может лечь на какой-то цветной фон значит нам нужны специальные состояния под набор цветных фонов которые мы используем и так далее то есть есть еще контекст наши внутри авитовский что чаще всего в каких контекстах используется мы на это обращаем внимание даже у нас есть и при работе с компонентом такой один из первых этапов это собрать дизайны где вот эта штуковина часто используется когда это собираешь уже несколько вариантов понимаешь она может быть оказывается и вот такой вот такой вот такой и разной толщины разного цвета и текст может прилипать с разных сторон и потом уже сразу же в голове начинает крутиться структура как же это описать и как лучше сделать сделать я там еще вижу комментарии про разработку сейчас не специально обидела своих ребят мы безусловно советуемся с разработкой самый самый важный момент потому что да мы там что-то придумали невероятно там сейчас все будет классно вообще перестраиваться будет очень здорово таки приводим к разработке они такие ну нет давайте подумаем еще мы с ними советуемся технически возможно это или нет потому что важно чтобы и нашим разработчикам это возможно было сделать и другим тоже повторить поэтому да это тоже советуемся может быть не столько про визуал сколько вообще про вот эти состояния и возможность там растяжки элемента и как у денис показал характеристиками возможно ли там чтобы вот эта пунктирная линия заходила на первую строку там текстового фрейма это тоже как бы не тривиальная задача оказалась поэтому и конечно советуемся ну что по моему вы ответили почти на все вопросы спасибо вам за доклад за ответы всем кто нас слушал спасибо за ваше сообщение за то что были с нами и задавали вопросы приходите сегодня вечером на battle дизайн-системы нужны они или не нужны вот увидимся вечером спасибо спасибо за ваши вопросы всем спасибо спасибо пока пока прошу дня